И сегодня моя тема, которую я отдаю обычно в библейской школе или на библейских курсах, это «Кровный завет». Конечно, эта тема гораздо шире, но сегодня мы прикоснёмся к этой теме, и кто-то вспомнит, а кто-то узнает, что такое завет, что такое Кровный завет. Конечно же, вы заметили то, что Библия разделена на две части, и одна часть называется как Ветхий завет, а вторая – Новый завет. И некоторые даже не задаются вопросом, почему так называется, почему Ветхий завет, почему Новый завет. Ну, то, что было до Христа, это то, что после Христа, это понятно. А что такое само слово «завет»? Что оно означает? Мы с вами, выросшие в Советском Союзе, помним заветы Ильича. И мы знали, что Ильич, который для нас был светилом мудрости, он нам оставил свои заветы, по которым мы с вами должны жить. И изучали в старших классах мы труды этого великого, как мы тогда считали, человека. То есть, какие-то заветы, как будто завещания. Но давайте в Писании посмотрим Псалом 24. Псалом 24. Завет – это библейское слово. И здесь, в 14 стихе, написано «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». То есть, мы видим из этого местописания, что есть некие отношения с Богом, отношения завета, которые может понять только боящийся Бога, только верующий. Свой завет Бог открывает боящимся Его, тем, кто верит в Него. И вы, которые сегодня сюда пришли, способны понять, что такое завет с Богом. И не просто понять, а, не побоюсь этого слова, извлечь выгоду для себя, пользу получить. Потому что вот то, что я говорю, слово о завете – это слово благодати. Это слово благодати. В Библии много раз используется это слово. Слово «завет». И всегда оно означает следующее. Это союз, это договор, соглашение и даже завещание. Вот что означает. То есть, завет – это договор. Вы знаете, что люди, если они хотят быть уверенными во взаимоотношениях, они зачастую заключают договор. Вот мы сейчас, я пастор в Нижнем Серегах, но живу здесь, в Екатеринбурге. И для того, чтобы мне подольше находиться, там, в Нижнем Серегах, занимаясь различными служениями, мы арендуем квартиру. Начали вот арендовать. И для того, чтобы мы знали, что хозяйка нас не выгоднее через месяц, после того, как мы сделаем ремонт в этой квартире, я говорю, давайте заключим договор. Что мы тут живем, мы платим, а вы нам предоставляете это жилье на такой-то срок. Вы будете уверены, и мы будем уверены. Вот для чего договор нужен, правда ведь? Банк, когда тебе дает кредит, не говорит тебе, «Вася, ты, вижу, что хороший человек, возьми деньги, я тебе доверяю». Когда кто-нибудь так делал, в банке кто-нибудь вам так давал деньги просто? Нет, там договор на многих-многих страницах, в котором есть права и обязанности. Ты должен то-то, а банк обязуется то-то, ты должен то-то, а банк обязуется то-то. Это договор, это соглашение. И оказывается, в Библии полно таких договоров, таких соглашений, где прописываются права и обязанности, и как раз вот слово «завет» и означает этот союз, этот договор. И используется древнееврейское слово, на иврите, это слово «берит». «Берит». Вот оно означает «завет». Но вы знаете, что интересно? Везде, где в Библии стоит «вступить в завет», заключить союз, заключить соглашение, везде используется такое слово, которое переводится как «резать». То есть «резать» завет, «резать» берит. Почему «резать»? Потому что это кровный завет, завет с пролитием крови. Вы знаете, кровный завет и не только в Библии есть. До сих пор люди, которые дают друг другу клятвы в чем-то, они зачастую заключают заветы, кровные заветы. Например, в Африке и во многих других местах люди, вступают друг с другом в такие союзы. И эти союзы означают, что они теперь в этом соглашении навсегда. Кровный завет – это соглашение не на год, не на пять лет. Это соглашение навсегда. И вот мы сегодня узнаем, о чем люди договаривались таким образом, о чем они соглашались друг с другом. Вы знаете, у меня в церкви была сестра, она уже ушла к Господу, и она рассказывала о том, что, например, ее папа со своим другом вступили в такой завет. Поклялись друг другу верности, то есть, что они останутся друзьями, но такими друзьями, как кровные братья. То есть, до сих пор, даже в недавнее время у нас, в нашей стране, люди вступали друг с другом в такой завет. И вот берит завет – это всегда означает не просто договор, скрепленный печатью, а это клятва, скрепленная кровью. Поэтому мы с вами говорим о кровном завете. И, конечно же, завет придумали не люди, это Бог придумал. И существует завет по горизонтали, это когда люди друг с другом вступают в завет, но существует еще завет по вертикали, когда Бог с человеком вступает в этот союз. И этот союз навсегда. И этот союз – это клятва. Всегда завет – это клятва. И вы знаете, древние иудеи, они разработали целый ритуал, церемонию вступления друг с другом в завет. Они часто это практиковали. Я уж из-за того, что времени не очень много, не буду много месписания вам говорить, но в Библии множество случаев, когда люди вступали друг с другом в завет. И когда они вступали друг с другом в завет, они совершали определенный, очень интересный ритуал, который я сегодня вам хочу показать. Первой частью этого ритуала, первым действием, так скажем, этого ритуала, был обмен одеждами. И чтобы нам ничего не упустить, я буду записывать. Первое. Обмен одежды. Обмен одежды. Я прошу братьев выйти сюда. Посмотрите на наших древнееврейских красавцев. Вот они. И на них я специально попросил найти вот такие вот одежды, чтобы они походили хотя бы немножко, хотя бы по одежде, чтобы походили на древних евреев. Так-то лица у них не древние, вполне современные. Ну, представьте себе, что это два иудея древности, которые решили вступить друг с другом в завет. И вот на них, видите, одежда одета. И плащ, который носили обычно, это верхняя одежда. Пока не раздевайся. Я скажу, когда. Вот этот плащ, это была основная одежда. Вы знаете, что в Библии есть такое повеление, если кто-то отдал в залог свой плащ, даже если он деньги не вернул, вечером отдать. Читали такое в Библии? Знаете почему? Потому что если человек бедный, он этим плащом укрывается, когда спит. А так он будет мерзнуть. То есть это основная одежда была древних иудеев, в которые они ходили. И, конечно же, у кого-то они были более дорогие. Помните, у Иосифа был разноцветный плащ, и он им хвастался. А у других там победнее. И люди вот встречали по одежке, по вот этому плащу, который был на них одет, по этой верхней одежде. И вот, когда они вступали друг с другом в завет, два человека, они обменивались этими одеждами. Давайте. Пояса пока при себе оставьте. Обменивались этими одеждами. Вот. Вот два иудея вступают в завет. Поменялись. Переоделись. Зачем они это сделали? Плащ символизировал личность человека. То есть человек как бы говорил, я теперь принадлежу тебе, прими меня целиком. Я вручаю тебе свою жизнь и вручаю тебе самого себя. Отныне я принадлежу тебе. Вы знаете, отголосок вот этого древнего ритуала существует на футбольных матчах. Замечали? Когда после игры они обмениваются одеждами, вот этими футболками своими. Что означает, мы не враги, а соперники. То есть мы не воюем, мы соревнуемся. То есть это хороший очень символ. И вот он с того времени, с того времени. Они обменялись и теперь говорят, моя жизнь принадлежит тебе, а твоя принадлежит мне. Следующий пункт. Следующий пункт. Обмен поясами. Это второе. Обмен поясами. Меняйтесь. И вот следующий пункт. Они меняются поясами. Зачем они это делали? Дело в том, что в древние времена пояс служил не как сейчас для поддержания штанов, он имел много применений. В том числе, когда человек работал, он мог за него полы, знаешь, вот так вот подвернуть, чтобы ему удобнее было, не мешалось. Ну и так далее. Но основной, основной для чего использовался пояс, это ношение оружия. Вы, наверное, замечали, что меч висит на поясе. Когда я служил в армии, у нас был ремень армейский. Я сейчас не знаю, все, наверное, по-другому, но в то время у нас был ремень с такой пряжкой и звездой на ней, с серпом и молотом. Я застал в советское время еще в армии. И вот этот ремень был не просто для красоты, чтобы на парадах подчеркнуть талию, у кого она есть. Потому что он надевался поверх, то есть был поясной ремень у нас, а был такой ремень армейский, солдатский, он надевался сверху, сверху кителя. Вот у меня китель, сверху ремень. Зачем? Когда у нас были учения, мы на этот ремень вешали подсумок с магазинами, с патронами, подсумок с гранатами, штык-нож, лопатку. То есть мы были, знаете, как гирлянда вот такие вот обвешанные и вот с этим со всем добром мы бегали. Готовы отразить любого врага. То есть пояс, он служил для ношения оружия. И в то время это было точно так же. И вот пояс означает символ защиты. И когда они обмениваются поясами, означает обещание защиты. Они обещают не сражаться друг с другом, а наоборот сражаться друг за друга. То есть если нападает враг на одного, то другой ступается. И вдвоем они уже меня это прогоняют. И точно так же наоборот. Враг нападает на этого, и тут ступается другой. Все против двоих уже сложнее. Это обещание защиты. И когда они обменивались поясами, они говорили, вот моя сила, моя способность сражаться. Если кто-то нападет на тебя, я вступлю за тебя. Твоя битва – моя битва. А моя битва – твоя. Итак, обмен поясами. Третье – пролитие крови. Ребята, сбегайте за кубиками. Пролитие крови. Вы знаете, в Ветхом Завете не стеснялись резать животных. Гринписа тогда не было. И животных резали не только для того, чтобы их есть, но резали для того, чтобы приносить их в жертву. И тогда там была целая система жертвоприношений. Но мы сейчас не об этом. Представьте, что вот эти два кубика, потому что у нас символичные, у нас, я не стал приносить тут тушу барана, рассеченную напополам. Я понадеялся, что у вас все в порядке с фантазией. И представьте, что это вот животное, туша животного, зарезанного. И эту тушу, ну, бычок, там, ягненок или, ну, что там они использовали? Козел. Нет, козла не использовали. Овца. И вот они разрезают, разрубают напополам и кладут эти две части друг напротив друга. И вот туша животного, рассеченного напополам, лежит на земле, а вступающие в Завет встают между спиной друг к другу. Нет, встаньте лицом на выход. Вот, давайте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот так. Вот. Встают между частями этого разрубленного животного. И потом они идут по кругу. Вот ты сюда иди, а ты сюда иди. Вот так. Обходи, обходите вот эти вот. Смотрите. Идут, 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 идут. И встречаются там. И обнимаются. Можете обняться, можете. По-братски. Во. Смотрите. Они как бы описывают восьмерку вокруг вот этих вот туши животных. И этот, вот эта туша, вот эти две части, конечно же, это смерть. Правда ведь? Мертвое животное. Это смерть. И вот вот эта туша, это символ смерти для себя и отдача жизни другому человеку. Две половинки символизируют двух людей, вступающих в завет. И когда они, после того, как они обходили вокруг них, они произносили клятву. Указывали вот на эти вот части разрубленного животного и говорили, пусть Бог со мной поступит так же, если я нарушу завет. Пусть он рассечет меня пополам и накормит моим мясом стервятников, если я нарушу священную клятву. Эту клятву, кстати, используют до сих пор. Она сохранилась. И вот, итак, это символ смерти для себя. То есть, теперь я уже живу не для себя, а живу для своего друга, для своего партнера, для своего кровного брата. Итак, это было пролитие крови, смерть. Идем дальше. Четвертое. Смешение крови. Смешение крови. А где нож? Аккуратненько так завернули. Встаньте рядышком. Нет, рядом друг с другом. Вступающий в завет. Да, где у нас звуковое сопровождение? Это пролитие крови, мы говорим. Поднимали правую руку. Брали нож. Миша, сам. И делали надрез на ладони. Не доигрываешь. И один делал, и второй делал. Молодец. Убедительно. И так. И потом, нож отдай. И потом они вот эти руки соединяли. Вот отсюда появилось рукопожатие, друзья мои. Это символ завета. Вы знаете, что на востоке, например, рукопожатие в некоторых странах придают другое значение, чем у нас. Мы, допустим, встречаемся. Я говорю, о, Миша, привет. Здорово. Здорово. Там, братан, все нормально, как дела? Все. И мы руки друг к другу жмем, потому что это просто у нас знак приветствия. Например, был миссионер на приеме у одного раджи индийского. И когда он входил в его дом, тот вот раджа встречает, он ему подает руку, а раджа ему руки не дает, и он стоит, неловкая пауза. Хорошо, здравствуйте. И проходит. Не то, что он пренебрегает этим человеком раджа, просто для него рукопожатие означает нечто другое, чем для нас. Для него это очень близкие и тесные отношения. Отношения завета. До сих пор в некоторых народах сохранилось понимание, что такое кровный завет. И вот после того, как они смешивали, когда они соединяли руки, естественно, кровь смешивалась. И они давали клятву друг другу, клялись в верности. И вот смешение крови это символ слияния жизни. То есть, как будто бы теперь одна кровь течет в наших венах. Мы кровные братья. И вот после этой клятвы они уже назывались побратимами. Побратимами они побратались. Знаете это слово? Брататься. Вот брататься это в принципе отношение завета. То есть, мы как братья теперь друг за другом стоим. Еще одно обмен именами. обмен именами. Часто после вступления в завет один брал часть имени другого человека. Для того, чтобы показать, что теперь отношения его в жизни изменились. Ну, например, тебя зовут Миша. Тебя как зовут? Роман. И он стал называться Миша Роман. А этот Роман Миша. Или Ром Миша. Ром Миша. А это Миш Роман. Ром Миша и Миш Ром. Это новые имена их после вступления в завет. Запомнили? Теперь так будем вас звать. Это такая была традиция. Можно это обозначить как отдельно 6. Доказующий шрам. Часто вот в эту рану, покажите свои раны втирали залу или краску для того, чтобы заметно был шрам этот. Заметен. Чтобы они подняли руку и видно тут человек с кем-то в завете находится. Это напоминание. Напоминание тебе самому, что ты в завете с кем-то находишься. и это напоминание остается с тобой навсегда. Потому что завет навсегда. И также зачастую это может показывать другим, что ты не один, а за тобой может быть кто-то более сильный. вы знаете американский журналист Дэвид Левингстон или британский британский журналист Дэвид Левингстон он путешествовал по Африке и потерялся там. Его не могли найти. То есть у него была экспедиция и он потерялся. Но он выжил. Знаете что он делал? Там же агрессивные африканские племена были 19 век. Агрессивные. И он знакомился с вождем и знаешь что делал? Вступал с ним в завет. Шел дальше. Это же экспедиция. Он узнавал этот континент, узнавал эту страну. Он шел дальше, двигался дальше, знакомился с другим вождем. И что делал? Вступал с ним в завет. И потом когда он приходил в какое-то место, новое место, где он никого не знает, он вот так закатывает рукава, потому что не только на ладони делался надрез, а на руках. закатывал так рукава, а у него шрамы вот так вот. И знаешь, с таким побоишься связываться. То есть он так, ты кто? Он, да я, Дэвид Левингстон, а что? И те такие, вау, кого знаешь? хамбу-мамбу знают, это круто. Его никто не трогал, потому что он со всеми был с этими людьми в завете. Это была защита для него. Итак, этот шрам напоминания о том, что ты в завете, и также показывает другим. седьмое обязательство завета. Эх, места не хватит. обязательство завета. Как в любом договоре, в завете были обязательства. Они произносили клятву. И клятва по сути означало, что все мое теперь принадлежит тебе. Это касается имущества. Это касается богатства. То есть, когда у тебя будет недостаток, я помогу тебе. Мы не будем конкурировать друг с другом, разорять друг друга. Наоборот, мы будем помогать друг другу достигать успеха и благосостояния. Это касалось имущественных, финансовых отношений. Они клялись друг к другу, что они будут помогать. Если кто-то обеднел, что-то случилось, беда пришла какая-то, разорение, засуха, война, эпидемия, наводнение, все, другой идет и помогает. И они обещали это друг другу, обещали это делать. Итак, обязательства. Восьмое. Трапеза. Трапеза. Трапеза завета. Начиналась начиналась эта трапеза как памятная вечеря и всегда использовался хлеб и вино. Вот у нас тут есть хлеб. Как называется? Тортилья называется. Нашли почему-то тортилья. Ну, она похожа, может быть, на любую лепешку восточную. Хотя это тортилья. Тут така можно из нее сделать. Но мы не будем. Итак, хлеб и вино. Всегда в Библии хлеб символ плоти, а кровь, а вино символ крови. И это не Иисус вел, когда Он заключал завет, а это было всегда. и когда они принимали эту вечерин, пожалуйста, можете приступать. Поешьте, ребята. Мне интересно, как вы это будете делать. Так. Кушать. Ну, откусите, поешьте. Нормально все. теперь вино. Не побрезгуйте из одного бокала выпейте, это же завет. Все это символично, ребята, серьезно не воспринимайте, это просто спектакль. а то и так. Хлеб и вино. Что это означает? Плоть и кровь. Это означает, что мы теперь одно целое. Мы соединяемся друг с другом и становимся единым целым. Вы знаете, что этот символ до сих пор на свадьбе. Если вы бывали на свадьбе, то когда начинается банкет перед самым началом, мамочка встречает молодоженов с чем? Хлебом с солью, с караваем. И на самом деле никто не знает, что они делают вообще. Не понимают. Говорят, ну давайте, кто больше откусит, у того и рот шире, тот и будет главой семьи. И они стараются, кусают, все это очень комично, забавно, а потом откусили, видите, равноправие, так откусили, так откусил. Представьте, это каравай. Говорят, ну в семье будет равноправие. А потом говорят, ну запейте, ребята, дают им бокалы и они пьют. Спасибо. Вино. Ну шампанское там, что там у них наливают, иногда воду наливают. Почему на свадьбе? Потому что брак это тоже завет. Это тоже клятва друг к другу на всю жизнь. И это кровный завет. Не случайно, что в первую брачную ночь проливается кровь. Ни у кого больше такого нет. Это Бог придумал. Это завет для того, чтобы люди навсегда принадлежали друг другу. И поэтому в Библии сказано, что вступившие... Хорошо, что я вас не заставил это дело, сам покрыл? Что вступившие в брак, они же клянутся друг другу верности. Это отношение кровного завета. и в Библии сказано, что Бог сочетал, того человек не разлучает и что двое становятся одной плотью. Понятно, да, почему? Вот. Одно целое, одна плоть. И девятое, последнее. Надо еще успеть это все объяснить, то, что я вам тут наговорил. девятое, последнее, это памятник завета. Ну, чтобы уж запечатлеть это событие, а это событие всегда было, чтобы его увековечить, ну, какой-то памятный, что-то памятное должно остаться. Ну, брали, например, и насыпали холм из камней. Вот мы с тобой вступили в завет и там раз насыпали холм из камней. И вот этот холм будет теперь свидетелем о том, что мы с тобой в завете. Либо дерево сажали, тоже любили это делать. Дерево растет, и говорят, вот это дерево нашего завета. Ну, для того, чтобы помнили. Часто кропили кровью это все, ну, а в конце просто садились, пировали, обменивались с подарками. Потому что это на самом деле серьезное действие, серьезный ритуал, но это праздник. Два человека поклялись друг другу в верности и стали побратимами. Ребята, спасибо большое. Можете разоблачаться. Эти все можете убирать. аплодисменты. И вот я вам рассказал о древнем ритуале иудейском. Вы увидели, что каждое действие имеет какое-то значение. И вот те же самые значения, которые я перечислил, они относятся и к нашим взаимоотношениям с Богом. Бог вкладывает то же самое в наши отношения, отношения завета. то же самое, в чем клялись люди друг другу верности. В Ветхом Завете очень часто встречаются люди, которые уступали друг другу в Завет. Им тогда были всем известны детали того времени. Прежде чем я буду говорить о наших взаимоотношениях с Богом, я просто один библейский пример хочу привести. И пример этот касается Давида и его друга Иоаннафана. Давайте посмотрим Первое Царство Первое Царство 18 глава. Первый стих. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И дальше прочитаем третий стих. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И что вы думаете тут написано заключил союз? Резал завет. Вот что здесь написано. Давид с Иоаннафаном резали завет. Четвертый стих. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. То есть мы видим, Давид с Иоаннафаном стали друзьями, и они стали верными друзьями друг другу. И для того, чтобы закрепить эти отношения, они ступили друг с другом в завет. И я не буду долго рассказывать, там целая история очень интересная, но вы помните то, что Саул из зависти гнал Давида, потому что он знал, что вместо него помазано царство Давид, и к тому же он более успешен, чем сам Саул. И он видел в нем конкурента и старался от него избавиться. Но сын Саула Иоаннафан действовал не в интересах своего отца, а в интересах друга, с которым он заключил завет. И он вступался за Давида. Один раз ему даже прилетело от отца копье, когда тот сильно рассердился. Он метнул в него копье своего собственного сына. И вот Иоаннафан не боялся гнева отца, который был царем, а для царя власть прежде всего. И вы знаете, что цари детей своих не щадили, когда речь шла о борьбе за власть. Иоаннафан, который в принципе мог бы стать наследником этого царства, он стал за Давида. И знаешь, я думаю, Иоаннафан прекрасно понимал, к чему все это идет. хочу найти одно место писания. Ладно, я так расскажу. Иоаннафан прекрасно знал, к чему все это идет. И видел, что Саул действует против Бога и против Божьего замысла. И однажды он встретился с Давидом, когда тот был в бегах и говорил, Давид, дорогой, когда Бог уничтожит всех твоих врагов, подразумевая в том числе и Саула, и когда ты взойдешь на царство, не забудь про моих детей. И Давид снова клялся. И вы знаете, что завет он переходил на потомков. И Давид клялся, Богом клянусь, я буду за тебя, за твою семью. И вы знаете, наверное, прочитаем, вспомнил я. Первое царство, 20 глава. 20 глава. 14 стих. Иоаннафан говорит, но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, и даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И вот поклялся Давид, что если умрет Иоаннафан, то он возьмет заботу о его семье на себя. И вы знаете, так и произошло. Саул и Иоаннафан погибли в одной из битв. И Давид еще какое-то время укреплял свое царство. И когда он уже укрепил свое царство, он задал своим слугам вопрос. Скажите мне, кто остался из семьи Иоаннафана? Почему он этот вопрос задал? Потому что он помнил клятву. Потому что он был в завете со своим другом. И вот прочитаем 2 Царств 9 главу. 2 Царств 9 глава. И здесь первый стих. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, и я бы оказал ему милость ради Иоаннафана? 3 Царств 9 глава. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амелова, Владываря. И вы знаете, что такое быть потомком свергнутого царя? Потенциальный наследник, не так ли? Знаешь, в советское время мама мне как-то сказала, что у нас в Свердловске расстреляли царя и всю его семью. Я бы ребенком когда-то узнал. Я говорю, и детей, и детей. и у меня, так знаешь, немножко пошатнулась вера в непоколебимость и верность курса партии в этот момент. Потому что думаю, как так? Детей-то за что? А как вы думаете, за что? Чтобы не было наследников. и зачастую, когда какой-то царь приходил к власти, он полностью уничтожал всех потенциальных претендентов на престол. Для того, чтобы у него не было конкурентов, не было бунта, не было человека, которого бы поставили во главе восстания. Уничтожали. И вот Давид говорит, есть ли кто еще из дома Саула? Да, вот Иоаннафан, Мемфиосфей. Мемфиосфей. Он говорит, а, давайте-ка сюда, Мемфиосфей. И вот приезжает конница за человеком, хромым, инвалидом, который скрывается где-то в захолустной деревне. Приезжают воины в доспехах, с мечами. И как вы думаете, какая мысль в голове проносится у Мемфиосфе? Приехали. Все. Нашли. Как я не прятался, нашли меня. Ему говорят, пошли с нами, царь тебя хочет видеть. Все понятно. И когда его привели к царю, он пал перед ним в ниц и уже ждал, наверное, последнего своего часа. Ну, посмотри, что говорит царь. Шестой стих. «И пришел Мемфиосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, к Давиду, пал на лицо своего, поклонился царю и сказал Давид, Мемфиосфей. И сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И одиннадцатый стих, последняя часть. «Мемфиосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя». То есть он принял его как собственного сына. Почему? Из-за завета. И вот эта иллюстрация, она не случайно в Библии описана, потому что она показывает отношение Бога к нам. Каким нам Бог мог казаться? Грозным владыкой, который карает всех, кто нарушает его законы, который карает за грехи, который наказывает. «Но что сделал Господь? Он послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы с нами заключить завет, для того, чтобы мы сидели с Христом за одним столом, как дети царя. Мы чужие были Ему, но Он усыновил нас через Иисуса Христа. Мы, может быть, ожидали гибели и проклятия, но вместо этого получили царство. Иисус сказал, «Не бойся, малое стадо, я даю тебе царство». Вот этот пример с Давидом и Анафаном, это пример того, что сделал для нас Иисус. И давайте мы посмотрим Луки 22 главу. Луки 22 глава. Это тот самый момент, очень важный, важный для нас с вами. Луки 22 глава с 19 стиха. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им». У нас тут есть Иисус взял хлеб, преломил и подал Своим ученикам. И что сказал? «Примите ее». Так, 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 так. Подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Которое за вас проливается». «Новый завет», говорит Иисус. Новый завет. Был ветхий завет. Я там не стал вдаваться в подробности. Там тоже были действия со стороны Бога, когда Он заключал завет. И с Адамом заключал, и с Ноем заключал, и с Авраамом заключал. И Авраам делил это животное, и раскладывал его. И между этими тушами животного проходил огонь и дым как бы из печи. Бог вступал в завет с Авраамом. Это все было в Ветхом Завете. Обещание давал. И самое главное обещание, которое тогда Бог дал Аврааму, «В семени Твоем благословятся все народы земли». И Он исполнил это обещание. Из потомков Авраама пришел Сын Божий и Сын Человеческий Иисус и заключил завет со всеми, кто поверит в Него. Единственное условие, которое Он выдвинул, поверьте, кто будет веровать, спасен будет. Кто будет веровать, станет одним из детей царя. Кто будет веровать, тому Я принадлежу целиком и полностью, а Он принадлежит Мне. Это кровь Нового Завета, говорил Иисус, которая за вас проливается. И вы знаешь, ты знаешь, Давид был верен завету, правда ведь? Не нарушил его, не изменил свое мнение. И Бог точно так же. Со своей стороны Господь верен этому завету. То, что сделал Иисус, это по сути клятва. Он сказал, я не принадлежу теперь себе, я отдаю себя вам. Тело мое будет ломимо на кресте за ваши грехи. Кровь будет пролита на кресте, чтобы очистить ваши грехи, чтобы для вас открылись двери вечное царство Господа, чтобы вы смогли сесть за одним столом с царем. Я заключаю с вами Новый Завет. И то, что сказал Иисус, включает в себя все вот это, о чем мы с вами сегодня говорили, играли сценку, вот это, это обещание отдать самого себя как личность. Ты знаешь, что Иисус круглосуточно в доступе. Призови меня и что отвечу тебе Иеремия 33, Иисус постоянно для тебя, всегда открыт. Скажешь, иногда молчит, это просто испытывает на время, ответит обязательно. Поверь, Он обещал это, Он отдал тебе самого себя. что Он обещал защиту. Знаешь, что сказал, когда вступал в Завет, Бог сказал Аврааму, Он сказал, я щит твой. То есть, это слова Завета. После того, как Бог это сказал, я щит твой, Авраам побежал делить этого животного сразу же. То есть, Он понял. Вот, Авраам просто спрашивал, а вот как я узнаю, что у меня будут потомки, там, земля, вот это то, что ты обещаешь. Где ваши доказательства? Ему нужно было что-то твердой уверенности. Он же старый уже, и Сара старая. Говорит, как ты докажешься, что все это будет? Он говорит, я щит твой. Окей. И пошел делить животных, для того, чтобы заключить с Богом завет. И после этого он уже знал гарантию сто процентов, потому что завет это клятва. Клятва защиты. Бог говорит, я тебя защищаю. И в это нужно просто верить. Я верю в ангелов, в хранителей. А вы? Ну, в Библии сказано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Читали? Я в это верю. Третье. Пролитие крови. Вы знаете, что вот это символ того, что сделал Иисус. Отдал самого себя ради нас. Полностью. Смешение крови. Он сказал, пейте из этой чаши. Вы знаете, что иногда, когда люди вступали в завет, они делали надрез и не руки пожимали, а капали каплю крови. Я знаю, выглядит как каннибализм, но это не библейская традиция, такая языческая. Каплю крови и потом обменивались бокалами. То есть, у каждого был бокал и они пили. Это все символ того же самого, что мы теперь становимся единым, целым. Иисус сказал, кто пьет кровь мою и есть тело мое, тот во мне и я в нем. Евангелие от Иоанна. Читали? Тот во мне и я в нем. И тот живет мною, как я живу отцом. Это полное единение, это слияние, когда двое становятся единым, целым. И это произошло, когда Иисус заключил с нами Новый Завет. И теперь мы веру принимаем вечерю, тем самым провозглашая Иисус Христос во мне через Его смерть и через Его воскресенье. И я во Иисусе Христе. Обмен именами. Ты знаешь, что Авраам звался раньше Абрам, а стал Абрахам. У нас русский язык не передает этого всего. Он взял, Бог взял частичку своего имени Яхве. Ах, вот это взял и вставил в имя Абрама. И получился Абрахам. Так звучит твое имя. Абрахам. Изменилось имя. А у нас что изменилось? помните, Иисус сказал «Я не называю вас больше рабами, а называю вас как друзьями. Мы с тобой в завете, Он говорит. Друзья. Вы мои друзья теперь. И мы стали именоваться христианами. Мы взяли имя Христа себе. Так ведь? Ты христианин? Да. Я христианин. Христос во мне. А Бог называл себя, помнишь, имя Бога ведь тоже изменилось. Он стал называться Богом. Раньше был просто Бог, а потом стал Бог Авраама. Аминь. Он потом с Исааком заключил завет, обновив предыдущие, и стал называться Богом Авраама и Исаака. А потом еще с внуком Авраама обновил завет и стал называться Богом. Авраама, Исаака, Иакова. Изменилось имя Бога. Аллилуйя. А теперь Он наш с тобой Бог. Он твой Бог и мой Бог. Обмен именами. Доказующий шрам. Ты знаешь, что у Иисуса остались отметины. от креста. Я думаю, что остались. Но потом встретимся, посмотрим. Но Фома видел воскресший Иисус. Он уже воскрес. Его тело восстановилось полностью на третий день. Но что остались? Следы навсегда. Символом завета у древних евреев было обрезание. А сейчас другое обрезание и другой шрам. Обрезание нашего сердца. Библия говорит, теперь мы Дух Святой это тот знак, его не видно. Обрезание сердца это когда Дух Святой живет в твоем сердце. Когда Он обличает тебя, когда не дает тебе коснеть во зле, а ведет тебя к покаянию и очищает тебя, когда тыкаешься. Это невидимый, но явный знак завета, доказательство завета. Обязательство завета. В Библии очень много обетований, которые к нам относятся. И финансовое благословение, благословение нашего здоровья, защиты. И это все входит в вечное и непоколебимое обетование. его. Но самое главное обетование, что он спас нас от наших грехов, от смерти и вечной гибели. И знаешь что? Вот эти обязательства, это кровный завет, они никогда, слышишь, никогда не подлежат изменению. Бог сказал и не передумает. И поэтому его слова не оставлю тебя и не покину тебя навсегда. Они запечатаны кровью завета. Понимаешь? То есть никогда, ни при каких обстоятельствах Бог не оставит тебя и не покинет тебя. И вот знание завета дает нам такую уверенность в Боге, что бы с тобой ни было, что бы с тобой ни произошло, Бог за тебя. Это сильный, мощный партнер. Не правда ли? Это не Рома у Миши. И не Миша у Ромы. Господь за тебя стоит, за тобой стоит. Понимаете? Конечно, они вдвоем могут справиться против меня. А может и нет, я не знаю. Но если Миша с Богом пойдет против меня, а у меня Бога нет, то будет то же самое, что у Давида с Голиафом. Я не тяну, конечно, Голиафа, я понимаю. Ну и Миша не давит. Аллилуйя. Итак, это обетование навсегда. То, что Бог сказал, это да и аминь. Он сказал, я Бог целитель твой. Что это? Это Он целитель твой. Когда? Всегда. Он сказал, я заступник твой. Сказал. Когда? Всегда. Он сказал, не оставлю, не покину. Всегда. Он сказал, не бойся, голодать не будешь. Ну, не такими словами, примерно. Когда? Всегда. Ну, конечно, если не будешь просто на диване лежать и ничего не делать, это Бог не благословляет. Итак, обязательства завета. Но и с нашей стороны Бог тоже требует обязательств. Он говорит, следуйте за Мною, освящайтесь, оставьте этот мир, умрите для себя. Он умер для нас. Теперь говорит, умрите для себя, возьмите крест твой, следуйте за Мною. Теперь вы принадлежите не самим себе, а кому? Ему. Достаточно ли он для нас делал? Больше чем. Способен ли ты отплатить тем же? Нет. Отплатить тем, чем способен. Своим посвящением ему, полным посвящением, не частичным. Скажешь, у меня там многие дела. Да дело не в делах вообще. Да хоть у тебя миллион дел. Посвяти самого себя Богу, свое сердце. Это не значит, что тебе надо бросить работу и пойти проповедовать Папуасу в Новом Гвине. Нет. Это означает посвятить самого себя Богу. Свою жизнь, свои финансы, свои мысли, свое сердце отдать ему. Отдать ему обязательства. И с его стороны. С его стороны все исполнено и продолжает исполняться. и с нашей стороны тоже. Трапеза вечера. Мы постоянно напоминаем, может быть, даже иногда не осознавая, напоминаем себе об этом завете. Трапеза. Кушаем хлеб тела Христа, пьем вино, кровь Христа и провозглашаем. Ты во мне, Господь. Такая соленая. Ты во мне, а я в тебе. А что мы можем в нашем плане отнести к памятнику завета? Как вы думаете? Что? Крест можно отнести. Крест стал символом христианства. А ведь крест это то место, где все обетования Божьи для нас были исполнены. У нас есть этот памятник, мы помним о нем. Некоторые носят, не обязательно носить. Некоторые вешают, не обязательно вешать. Главное, чтобы этот крест был у нас там внутри, чтобы мы понимали, что Христос умер за нас. Лариса, можно тебя отвлечь? Аллилуйя, Аллилуйя. Знаешь, как много я бы вам хотел рассказать про завет. Рассказал немножко, чуть-чуть. Но мне кажется, у меня получилось донести самое главное, что завет это клятва. Клятва нерушимая и незыблемая. Клятва, которая не должна быть нарушена никогда. Никогда. Я знаю, что человек, Бог верен, человек лукав и он может уйти от Бога. Я вам скажу одну вещь. Бог никогда не нарушит завет. Только сам человек может сделать свой сознательный, личный выбор. Это твердое решение, когда человек оставляет Бога. Он может себя обманывать, он может себе лгать, он может себе находить оправдание, но если он принимает решение уйти от Бога, это его предательство. Он пред предает завет. И Библия очень четко об этом говорит, без всяких там сантиментов. Тот, кто предает завет, тот предатель. И тому отменяется все. Потому что он вышел с подзащиты Божьей. Он вышел из этих отношений. Знаешь, не твои прегрешения, не твои грехи, потому что Библия говорит, семь раз упадет праведник, Бог поднимет его. Сколько раз прощать, спрашивали ученики? Семь раз. Семьдесят раз по семь, говорит Иисус. То есть он всегда нас готов простить. Он знает, что часто мы допускаем какие-то слабости, грехи, но это все не отменяет отношения завета. Я сказал, что отменяет. Когда человек поворачивается спиной к Богу и уходит, чтобы никогда не возвратиться больше. И Библия насчет этого строго, строго говорит. Послание к евреям очень строго. Говорит, не остается ничего больше, если человек ушел от Бога, кроме ожидания гнева Божия. И поэтому, дорогие мои, если уж мы вступили в завет с Богом, давайте будем стремиться сохранять эти отношения. Это очень близкие, это очень тесные, это братские отношения. Поэтому брак подобен этому завету. Отношения в браке это отношения самые близкие между мужчиной и женщиной. Самые близкие. Поэтому это ближе, чем с матерью и отцом. Поэтому сказано, остави человек мать свою, отца своего и прилепиться к жене своей. И будут двое одна плоть. Это интимные, тесные отношения. И подобные этому наши отношения с Богом, отношения завета. Мы должны прилепиться к Нему, стать с Ним одной плотью, стать с Ним единым целым. Чтобы ты мог сказать, как Павел, уже не я живу, Христос живет во мне. Аллилуйя! А что живу? Живу верой в Христа. Он понимал эти вещи, понимал это мышление. У него было это мышление. Это у нас тоже должно быть. Уже не я живу, Христос живет во мне. Давайте встанем, будем молиться. Аллилуйя! Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты по своей инициативе, потому что мы не были достойны, и мы не ровня Тебе. Ты всемогущий Господь, мы лишь творение. Слабое и нечистое, но Ты возлюбил нас вечной любовью, такой любовью, что отдал своего Сына за нас, чтобы с нами заключить этот завет, вечный завет, скрепленный кровью, скрепленный пролитием крови. И мы знаем, Господь, что Ты никогда, никогда не нарушишь условия этого завета. Ты поклялся самим собою. Аллилуйя! Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты дал нам, открыл нам это, вложил веру в наши сердца. И через эту веру мы приняли Твою благодать, приняли Твою любовь, приняли Твое прощение, приняли Твой завет, Господь, вступили с Тобой в этот новый завет, который утвержден на лучших и больших обетованиях, чем прежние, чем старые. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты отдал самого себя, когда это понадобилось, другого пути не было, Ты отдал самого себя за нас, чтобы мы жили. Но Ты воскрес и призвал нас, а теперь Вы, отдайте мне самих себя. Прошу, Господь, помоги нам избавиться от страха доверять Тебе, от страха довериться Тебе, от страха перестать жить своей жизнью. Господь, Ты отдал самого себя нам, назвал себя нашими именами, дай же и нам, Господь, сил посвятить себя Тебе, назваться Твоим именем, Боже наш. Аллилуйя! Если наше сердце не вполне предано Тебе, посмотри, Господь, что мешает нам? Может быть гордыня, может быть непрощение, может быть злость, обида, что мешает нам? Помоги нам убрать эти препятствия, убрать то, что мешает нашим близким отношениям с Тобой, нашим тесным отношениям с Тобой. Господь, пускай ничто не стоит между нами. Аллилуйя! Пускай Твой Дух свободно течет через наши сердца, пускай наша жизнь сияет Твоим светом, Господь, и этот свет пускай видят другие люди, Твой свет, который Ты дал нам через этот завет. Ты сделал нас причастниками своего естества, Ты дал нам дыхание небес, вдохнул в нас это дыхание, не дай нам замутить это, Господь, очернить это, осквернить это, дай нам ценить эти отношения, ценить общение с Духом Святым, как великий дар, великую драгоценность, которую Ты нам даровал. Ты дал нам самого себя, и Ты всегда открыт для нас. Так будем мы такими же для Тебя, Господь, открытыми, посвященными, служителями Твоими. Аллилуйя, Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господь, Духом Святым утверждай свою истину в наших сердцах. Духом Святым утверждай нас в этих близких и тесных отношениях с Тобой. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы знаем, что Твой завет это клятва. Нам не надо бояться. Мы в надежных руках. Мы под Твоей защитой, под Твоей охраной. И Ты сказал, никто не похитит вас из руки моей. Никто. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Ничто. Ни глубина, ни высота, ни долгота. Ни начальства, ни силы, ничто. Никто не может вбить трещину между нами в наших отношениях, Господь. Никто. Аллилуйя, никто. И прощай нас, Господь, когда мы с покаянными сердцами приходим Тебе, нагрешив. Прощай нас, Господь, прощай нас. И не в гневе Своем наказывай нас. Аллилуйя. Мы знаем, Господь, что Ты на нашей стороне и всегда готов нам помочь. Аллилуйя. Я бесконечно Тебе благодарен за это, Боже. Бесконечно благодарен. Аллилуйя. 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 Переворачивай что-то в наших сердцах. давай нам думать не только о себе, не только о своей боли или о своих нуждах. Помоги нам поднимать глаза и смотреть на того, кто не пожалел самого себя ради того, чтобы утешить эту боль, восполнить эти нужды. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог Господь. Я прошу Тебя действуй сейчас в наших сердцах. Я знаю, что через веру Твои обетования святые вечные. Мы можем получать все. Все, в чем нуждаемся. И через веру может приходить исцеление, восстановление. Я прошу Тебя прямо сейчас пускай это происходит. Исцеление сердец пускай происходит. Исцеление тела пускай происходит. Мы принимаем Тебя как своего целителя, освободителя. Аллилуйя. Прямо сейчас Ты здесь, Господь, чтобы помочь нам, чтобы помогать нам. Пускай уходят застарелые болезни. Пускай уходят все, что мучает, все, что мешает. Для Тебя нет ничего невозможного, Боже. Аллилуйя. Пускай это происходит сейчас, Боже. Пускай это происходит сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Помогай простить обиды, достаревшие обиды, которые глубоко сидят. это то, что мешает нам. У кого-то может быть обида на Бога, у кого-то обида на человека. Пускай уходят это, Господь. Исцеляй наши сердца. Аллилуйя. 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 О, Господь, мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Господь. Потому что прежде Ты возлюбил нас и излил свою любовь в наши сердца. Мы любим Тебя, и мы хотим быть преданными Твоими, побратимами, друзьями Твоими, Господь. Не бояться, а радоваться, веселиться за трапезы и за столом нашего Царя. Редактор субтитров А.Семкин